Голоса грибцов скрыли голоса монахов Обкрывая их все, кто-то босил В Астрахани уже, сволочь колодная Со стругами тянулся ряд серых низкопалубных судов На одном из которых кто-то визгливо, всхлипывающим голосом молился Волга как будто раскрыла утробу И изнутри ее раздался голос, заглушивший пение, мольбу и ругань Гей, сарынь, на взлет! На Волгу, на реку широкую Вылетал, слетал сизый сокол В небеса он не глядел Властям не кланялся Зачерпнул он ладонью воду, орудо-желтую Под Саратовом, Царицыном, Самарою С высот за Самарой на Волгу понесло вечерний синевой За высотами скрылось солнце По воде упорно и тяжело понесло свежим сеном Возле заброшенных стругов против кабака Плескались и кричали люди Эх, мать, тащи давай Закрой гордань Под нища заводи Веревку подкрути, лопнет Гулка трещала дерево И этот треск раздавался далеко по округе Заводи давай, заводи, не ломи Все одно починивать Гей, товарищи, справляй Один из стругов был подведен недалеко от берега к посаду К нему по сходням ярышки таскали из амбаров мешки с мукой Другие катали бочки с рыбой Здесь и там слышались голоса Треск и ругань Берегись ты, раз мать твою по ногам, черт А ты подбирай давай, на чем ходишь В берег били белесые волны Они наскакивали одна на другую Торопились и шумом своим Как бы повторяли тревожный говор из кабака Разин, разин пришел Еще до утренней зари Струги груженые, законопаченные Прошитые по смоляным бокам белыми заплатами Уходили вниз На переднем из них рыжела шапка Чернел кафтан И слышался грозный голос Береги собака цареву казну Многоголосым уханьем Ответила Волга Грозному голосу атамана Рассвело На одной из отмелей Сидел на зеленом сундуке Набитом медными деньгами Голый человек С железным ошейником Через ошейник К сундуку Была привязана веревка Человек С широкой рыжеватой бородой Дрожал и крестился На сундуке Сбоку Виднелась надпись Тот вор и пес Кто убытчит казну государеву Петей не пьет на кабаке А варит на дому Без меры Воеводша Подошла К Насте Сорвала С ее волос Повязку Бросила На пол А ну Снимай Сарафан Будешь Помнить Как боярину надо Пуговицы Пришивать Настя Разделась До рубахи И села Не чинись Стерва Кому сказали Ложись Приказал Воевода Девка Легла На скамью Подсунула Руки Под лицо Вытянулась Эш ты Спать Леглась Грузная Воеводша Сжимая Розги Ожила Шагнула Расставила Ноги Уперлась И Ударила Раз Чтите Бои Девки Чтем Парня Сколько Боев Хозяин Двадцать Думаю За мой Срам Немного Будет Воевода Продолжал Зажигать Свечи Сколько Боев Девки Чтем Мы Чтем Тринадцать Четырнадцать Что-то Мал Ерепенится Видно Не Садка У тебя Идет Дарья Куда уж Садче Глянь Коли А ну-ка Дай я сам Дела Знакомые Воевода Взял у Девки Новый пук Розок Мотнул В руке Крякнул И ударив Дернул на себя Ай Ой Завыла Битая Но Петрович Ты Садче Бьешь Нет Еще Не Вот А Вот Воевода Хлистал И дергал При каждом Ударе Идет Садка Зато Серва Тугой К двадцати Из тебя Сок Идет Какую Бог Дал Дать Он Дал А покормиться Не лишнее Проголодался Я Собери-ка Ужинать Ой Все Чего Придет Угол Угол У вас Поукромней Устроились В углу Выдули Огня Черноволосый Ярыга Вытащил Из-за пазухи Кафтана Желтый Лист И приблизив К нему Остроносое Лицо Почти По складам Начал Читать Все Христиане И горожане Самарские Ждите меня Степана Тимофеевича Коли Жив буду Сниму С вас Воярскую И воеводскую Неволю Все Христиане И горожане Самарские Ждите меня Степана Тимофеевича Жив буду То Сниму С вас Воеводскую Боярскую Неволю Горожанам Посадским Людям Я Торг И Рукодель Беспошленно Дам Христианам Землю А кто чем Владает Владай Под ячих же И судей Бояр И воевод Пожгу Побью Без кончания Атаман Стразин Степан Да вишь парень Ладно Только О холопях О нас Таи Слова Нету Ой головы Побьет Бояр Кто Нами Навальца Владать Оно так А надо бы В листе Берегись Федор Стрельцов Тот Один Тасканный Кафтан Лазал К воеводе И нынь Все доглядывает Знаю Кого Беречься Вот Листы Верным Людям Суну И Сей Вечер Утеку На торгу Кинь Иные Небось Подберут И вы Парни Тоже Не в моготу Кому Бежите К разину Около Самарской Луки Серебряным Изменным Полукругом Бежала Волга В ее Мелких Волнах Которые Вспыхивали Белыми Камешками Раскрывались Как казалось Атаману Бесчисленные Рты И горели Глаза Давно Уж Ты Мать Волга Голодаешь Думал Атаман Эх Накормлю Жи Я тебя В удачу Человеченкой Подумав Разин Глянул Вниз Влево Там Меж холмами И горными Хребтами Горели Сотни Огоньков Возле Них Теснились Люди В лохматых Одеждах Гремел Смех Слышалось Отдаленное Ржание Лошадей То Сила Моя Подумалась Атаману Хоть И безоружны Мы Да Ненавистью Богаты Придет Час И повалит Эта Сила Многоголовая Покосился Атаман Вбок На косматую Тень Девочкой Горы Нагнулся К обрыву И Дрогнули Тишина И заволжская Даль От страшного Его Голоса Гей Моя Удалая Сарынь Поволил Атаман Гулять По воде Вниз Брызнули Желтые Искры По стругам Затопали Быстрые Ноги Батька Кличет Эй Не вешай Зад Не ходи Пузат Вина Степану Тимофеевичу Плеснуло По воде Широко Мешаясь С лунным Отцветом По Волге Побежали Огни По сходням Сонной горы Взбирались Десятки Людей А здесь На горе Стояла Высокая Неясная Как тень Фигура Атамана Кудри Которые Выбивались Из-под его Шапки Казались Золотистыми В свете Бегущих Огоньков Старые Старушки Укачивайте Красные Девицы Убаюкивайте Спи До утра Будет Пора Прогоним Врага Вон Со двора С вами Был Михаил Перепелкин Продолжение следует Редактор субтитров